Что вы думаете о роли влияния научной фантастики на развитие цивилизации? Меняется ли степень этого влияния сейчас? Всем известен факт про Китай, что в Китае была запрещена научная фантастика. Вернее, известен факт того, что недавно они занимались исследованием, почему у них такие плохие достижения в космонавтике по сравнению с другими странами, с Америкой, Советским Союзом, Россией. И они пришли к выводу, что у них нет поколения людей, которые в детстве юношества читали фантастику и заболели романтикой космических путешествий и так далее. Как это было в Америке, в России и так далее. И они решили ее теперь легализовать, наконец. До этого в коммунистическом Китае когда-то еще она была запрещена, не знаю, как вот в данный момент. Но это о влиянии фантастики на текущую действительность. То есть, может быть, если там сейчас это начнется, то на будущую действительность мы будем иметь Китай как космическую державу. Более серьезную, чем сейчас. Фантастика – это же не только космос. Ну да, меня просто интересует космос и фантастики. Фантастика – это типа плановой экономики. Сначала придумывают, что бы такого, а потом мы уже делаем. Меняется ли степень этого влияния сейчас? Наверное, замедляется. Потому что теперь, может, они бы больше, чем могли сделать уже, но только из-за всяких экономических условий замедляется. Как вы думаете, почему в мире воображаемого будущего, в научной фантастике, так мало внимания уделяется изобразительному искусству? Ну вот я думал про изобразительный, почему его там не изображают. Я пришел к неправильным выводам, в принципе. То есть я думал о том, что искусство лишено такого понятия в нем как прогресс. То есть фантастики, она возникает из любопытства того, как увидеть просто как нечто, как человек и разные его там области жизни, деятельности, применения, какими они будут в результате прогресса в будущем или регресса. Вроде как искусство, можно сказать, единственная область, в отличие от других, где сложно назвать его видоизменение или развитие прогресса. Потому что, ну, надо сказать, что современное искусство – это прогресс по сравнению с Возрождением. Как бы в другом измерении находится. Поэтому, но с другой стороны, потом я подумал, что ведь где-то есть явный прогресс. Например, греческая классика и греческая архаика. Все-таки одно по сравнению с другим прогресс. Но также, я не знаю, даже и средневековое искусство, которое как бы потом, Ренессанс, в общем-то, Ренессанс – некий прогресс по сравнению с Средневековьем. То есть, мои собственные выводы, в общем, я понял, не верны. И у меня нет ответа на этот вопрос. Тогда помолчи. А я вообще не вижу, почему это вообще разделяется. Фантастика – это тоже искусство. Оно, собственно, чего ему там как-то отдельно еще про искусство, если это и есть некое искусственно воображаемое произведение. И, собственно, само современное искусство – это же и есть тоже фантастика. Это тоже некое изобретение чего-то, чего нет. Фантастика – это вообще что, если подумать. Это когда ты чего-то придумываешь, чего еще не было. Чем же занимается искусство? Поэтому я не вижу тут какой вообще конфликт. Могло бы искусство получить дополнительный импульс развития, если бы было бы подробно описано научной фантастики? Ну, я не знаю, получило ли бы оно какой-либо импульс, если бы оно было описано. То есть какой-то импульс бы оно, наверное, получило. Есть же какие-то, в любом случае, итерации искусства, я не знаю, с литературой, с чем хочешь. Да, это… И с кино, и с техникой. Ну, в какой-то степени было бы. Нет, а что значит подробно описано? Типа, как рисовать лошадь в будущем? Ну, я не понимаю, что это за вопрос. Ну, как бы, что значит описано? Что делать так же, как там? Ну, как, ну, вот, например, фэнтези, да? Есть такой жанр фэнтези, кино фэнтези. Ну, как-то так или иначе, где-то ты можешь… Там какие-то возникают некие образы визуальные. Или какие-то еще. Ну, естественно, это все влияет. И это как-то где-то, на какого-то художника это может как-то повлиять. Да, наверное. Ну, просто когда ты читаешь книжку, она здесь и сейчас у тебя происходит. Это же не относится уже к будущему. Любая. Все кажется фантастическим. Я вообще думала, что, может быть, надо делать выставку из произведений, которые описаны в литературе, как бы, воображаемых сделать в реальности. Ну, как бы, импульс искусства из всего должно получить. Если его описать как раз как искусство, это, наверное, наоборот, замедлит. Оно же должно получать, как бы, из всего смертного, из другого мира. Как вы разделяете мир воображаемого и реально прогнозируемого будущего? Может, мы не очень хорошо разделяем. Мало ли, может, мы вообще не знаем, где мы находимся, как в фильме «Экзистенция». Только по количеству слизи. Если слизи нету много, значит, мы в реальности. И тут тоже непонятно. В 2000-х годах уже не снимали фантастический фильм с таким количеством слизи. Так что мы не можем точно разделить. Мы? Я еще пока ничего не сказал. Ну, скажи. Я за все человечество отвечаю. Ты за себя. Как мы разделяем воображаемое и реально прогнозируемое будущее? Но ведь реальные прогнозы, они тоже, в общем-то, воображаемые, неточные. Это все футурология такая вещь относительная. Да. Этот вопрос из мира сам по себе. Это вопрос произведения искусства. А я вот думаю... На него можно ответить только как бы неким художественным образом. Вот художественный образ. Вот, например, если какого-нибудь индейца пираху отправить в Японию сейчас, то для него это будет, наверное, практически воображаемое будущее. Он даже это описать не сможет. Потому что... С одной стороны. А с другой стороны, может быть, наоборот, это для него... Ну, поскольку это вообще не вкладывается ни в какое его воображение, он об этом вообще наверняка не думал так, то он... Ну... Для него это не будет ни будущим, ни фантастика, вообще ничем. А вот если послать какого-нибудь этого Кондратия Витальевича из сибирской какой-нибудь деревни, то он как бы почувствует себя в будущем. Потому что это будет нечто из парадигмы его сознания, где это... Узнаваемое что-то. Но для него это будет полное будущее. А он как бы себя обнаружил в прошлом. А если послать беженца из Ливии, который на надувной лодке пытается переплыть на остров Лумпидуза... Нет, для него это тоже будет будущее, потому что это то, к чему он стремится. А для какого-нибудь вот... Как бы человека, живущего вообще в совсем другой системе... Например, пингвина. Например, пингвина. То он это не опознает. Не как фантастику, не как будущее, а просто как совершенно другой. А зачем я это говорю? Потому что спросили тебя, как ты разделяешь. А я про пираху пытаюсь это свалить. А ты сваливаешь на других индейцев. Да. Потому что, ну, разделяем точно так же, как и реальную жизнь, воображаемую. Может, мы ее не разделяем? Может, то, что мы не знаем, здесь мы сейчас или не здесь? В принципе, мы, в общем-то, уже в будущем. Потому что, ну, в значительной степени в будущем. А индейцы пираха, кстати, считают, что будущее, оно позади. А просто и впереди. Ну, может быть, они не правы? Не доказуемо. Повлияло ли на вашу творческую деятельность какое-нибудь научно-фантастическое произведение? На мою творческую деятельность, ну, на мое, как бы, представление о фантастике, или вообще о будущем, как бы его внешний образ повлияло, какие-то в детстве попавшиеся мне фантастические книги. И я с тех пор, как бы, только по ним меряю. Я не помню название. Была одна книга, там же было совсем немного фантастических книг, мне кажется, издавалась. Но вот я не помню. Была детская фантастическая книга, где они на звездолетах летали по разным планетам. И там были рисунки такие, графические иллюстрации. Там были нарисованы, собственно, звездолеты. С тех пор, как бы, я вот так себе представляю звездолеты. И любые другие изображения, всяких стартреков, мне кажется, вообще какими-то отрыжками совершенно. Мне нравится этот художественный образ будущего. Мне нравится только то, как вот в этой детской книге было нарисовано. Там была архитектура, представленная на земле. То есть были такие небоскребы, у которых были наросты, типа как вот грибы на деревьях. И на этих наростах были сады. То есть на два образа моих повлияло. На архитектуру и на представление о звездолете. Но была еще книжка тоже, которая у меня там была в детстве. Это про освоение лунной будущей. Всякие там были нарисованы стеклянные купола, какие-то трактора космические. И они как люди в спортзалах, в спортивных костюмах таких синих на молнии. В 60-х годах они там прыгали по спортзалу школьному, где-то на высоте 6 метров. То есть это всего лишь подсознание повлияло на мое восприятие каких-то образов, скажем так. Я не могу даже понять, как. Маша, мне кажется, вообще не читала никакой фантастики. Я читала фантастику 60-х годов. Называлась «Гость из бездны». Как человека заморозили, а потом разморозили в 2000 году. И он оказался в идеальном мире, где коммунизм и нет насекомых. И с тех пор ты не любишь насекомых. Это моя мечта. Да, я понимаю, конечно, к чему это все может привести. Но продолжаю мечтать. Субтитры создавал DimaTorzok